Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Проблемы, с которыми вы к нам обратились, обследование показало, что вы можете иметь детей. Ну вот видишь, я же говорил. Почему я тогда не могу забеременеть? Проблема не у вас. Ваше обследование, Андрей, выявило некоторые генетические проблемы, которые являются причиной бесплодия. Бред какой-то. Так, ладно, Даша, да идем мы найдем нормального врача. Да, пожалуйста, да, давай послушаем. Да перестань, какие исследования, ну вас к черту. Все, я в машине. Дарья, задержитесь, пожалуйста. Я бы вам советовал подумать об ЭКО. Искусственное благотворение. Подождите, ну вы же сказали, что Андрей... Если вы настроены серьезно, вам нужен донор. Предупреждаю, это не дешево, но в вашем случае это лучший выход. Посоветуйтесь об этом с мужем, когда... когда он немного успокоится. До свидания. Спасибо. Извините. Нет, 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 еще раз нет. Я не хочу, чтобы ты беременела от какого-то мужика. Да ну ты что, подожди, Андрюш, там нет никакого мужика. Просто биологический материал вводится в мою яйцелетку. Я не хочу этого слышать, я не хочу этого знать. И мне достаточно того, что это просто не мой ребенок. Это все анонимно. Мы никогда не узнаем, кто это. Главное, что у нас будет ребенок. Мы же хотели, ты хотел, ты всегда говорил, что семья без ребенка это не семья, Андрюш. Андрюш, ты куда? Хочу прогуляться. Ты где был? Я уже не знала, что думать. Это что? Деньги на ЭКО. Пусть у тебя, пусть у нас будет ребенок. Твое счастье для меня важнее всего. Трюш. Дашуль, я дома. Даша, ты где? Даша? Ты чего? Что-то случилось? Я тест сделала. Опять нет? Я не знаю. Ищу результат. Я не могу посмотреть. Ну, а уже третий раз. Мы почти год пытаемся. Вдруг опять не получилось. Ну, если не получилось, попробуем еще раз. Плюс нет больше денег. Я найду. Иди смотри. Нет, я не могу. Давай ты, пожалуйста. У нас будет ребенок. Какое у нас получилось? Я люблю тебя. Я люблю тебя. Боже. Боже. Да, любимый, привет. А я купил тебе твою любимую вкусняшку. Наполеон. Ну, и зачем ты деньги тратил? Я сама могу приготовить. Так, ты же обещала мне не готовить. Андрюш, я беременна, а не больна. Ты что хочешь, чтобы я только на диване все время лежала? Читаешь мои мысли. Ты слишком переживаешь. Кстати, как ты себя чувствуешь? Прекрасно себя чувствуешь. Мы с малышкой скучаем очень. Она весь день ножками толкается. Ты когда руку на животик кладешь, она обычно успокаивается. А без тебя никак. Мне кажется, что она тебя любит уже больше, чем меня. Може такое быть? Андрей. 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 А еще я хочу заниматься бизнесом, как и мой папа. Думаю открыть сеть бутиков одежды. Я хорошо разбираюсь в моде. Папа поддерживает идею, говорит, что вложит в нее деньги. И после школы он собирается меня отправить в бизнес-колледж в Лондон. И потом я смогу попрактиковаться в папиной компании. Да-да, конечно. Хватит уже заливать. Нет у тебя никакого богатого папа. Алиса. Да если бы он был, она бы не ходила в дырявых кроссовках и со старой мобилкой. У нее вообще нет отца. Алиса, а ну тихо там. Спасибо. Садись. Спасибо. Я ему посвятила всю свою жизнь. Я борщи готовила, носки стирала. Госпожа судья, ну она же врет. Ну врет, как дышит. Давай сделай что-нибудь. А он в это время занимался только своей карьерой. И, конечно, теперь, когда он всего достиг, можно меня бросить. Зачем я теперь нужна? Можно найти кого-то помоложе, да? Ну что ты сидишь-то? Ну что ты сидишь-то? Тебе за что деньги платят? Ты мой адвокат. Давай. Терпение. Сейчас все будет. И самое главное, госпожа судья. Что он мне хочет оставить взамен за мою доброту? Разбитое сердце и искалеченную душу? Ведь у меня вообще ничего нету. Абсолютно ничего нету. Госпожа судья, я считаю, что я могу рассчитывать на половину его имущества. От стерва, а? От стерва. Видите? Ваша честь, разрешите? Да, пожалуйста. Значит, все это время носки стирали. Это очень печально. Радостно другое, что все это время вы вели фото и видеофиксацию вашей несчастной жизни и щедро делились ей в соцсетях. Я хочу предоставить вашему вниманию вот эти вот интересные фото. У меня вопрос. Всем там удалось носки постирать? Хочу напомнить уважаемому суду, что согласно брачному договору, изменившая сторона не получает ничего. Но я ему не изменяла! Ну, тогда я надеюсь, вы не будете против, если мы посмотрим несколько интересных видео. Да пошли вы все! Алиса меня уже достала. Да ты просто новенькая, вот она и развлекается. Да нет, не в этом дело, Катя. Просто у нее батя очень крутой, вот она и ходит вся нафаршированная. Забит на нее. Она же просто дура. С таким диагнозом ей ни один батя не поможет. Не знаю, я все равно себя чувствую как-то по-бомжатски по сравнению с ними. Да не ты одна. Ну, я не парюсь. Она ж меня боится. Я на дзюдо хожу. Кстати, а давай вместе ходить? Дзюдо – это разве занятие для девочки? Для всех. Тем более, у нас на секции куча красивых пацанов. Мне мама не разрешит. У меня же это проблема с сердцем. Мы пойдем, мы поставим на хок. Так, с салатами я разобралась, горячая сам, хорошо? Принял. Ты мне не одолжишь пару тысяч до зарплаты? Куда ты деньги деваешь? Вечно на всех стреляешь. Напомни, пожалуйста, у тебя случайно нет дочери подростка? Понятно. Спасибо. Ян, привет. Как школа? Как дела? Да, нормально. Реферат сдала, иду на последний урок. А что без настроения? Долго рассказывать. У нас ЧП. Да, сейчас иду. Очень красиво. А это такое, может, более… Не очень. Добрый день. Клиент отказывается оплатить счет. Я администратор Дарья, чем я могу вам помочь? Уважаемый Дарья, вот я, может, куда-то не туда смотрю, но, знаете, я вот и так смотрел, и вот так, и даже вот издалека смотрел. И вот не наблюдаю я свои скидки в сорок процентов в счастливые часы, а? А куда она делась? Я же вам объясняла, что акция уже закончилась, поэтому скидка не учтена. Вот. А я в аккурат посмотрел на часы, без двух минут заказал. Ну я заказ пробила уже после. Девушка, милая, ну не делайте вы свои проблемы проблемами клиентов, а? Ну дело ж не в деньгах, а дело в принципе. Да, я понимаю. Дело в том, что внизу нашего меню есть небольшая сносочка, где написано, что скидка считается не с того момента, как официант принял у вас заказ, а с того момента, как официант его пробил. Вы здесь? Да. А микроскоп есть, чтобы вот это прочитать? Нету? Жалко. Да ладно. Слушайте, Дарья, ну хорошо, а давайте встретимся в суде. Я там как раз с адвокатом работаю. Придете? Да, вы правы, шрифт действительно маловат. Мы угощаем вас этим прекрасным обедом за счет заведения. Всего вам доброго, приходите к нам еще. Пойдемте, девочки. Дарья, да я… Он что, правда адвокат? Ага, причем крутой какой-то, он здесь рядом работает. Повезло. Вкусно? Мам. Мне нужен новый телефон. Без него мне в этой школе не выжить. Зачувствую. Но денег у меня реально нет. Может тебе найти работу получше? Гениально. Или давай кредит возьмем? Да, давай возьмем. А сначала расплатимся со всеми нашими предыдущими кредитами. За ремонт твоей комнаты, за обучение. Или еще возьмем. Слушай, у меня есть идея. А давай я сама заработаю. Ты меня возьмешь к себе официанткой. Я могу после школы. Угу. Отличная идея. Конечно, да, Марин? Давай я буду вкалывать, чтобы оплачивать твое обучение, а ты вместо того, чтобы учиться, будешь работать официанткой, чтобы купить себе модный телефон. Вон. Кто? А вот был бы папа жив, он бы мне купил. Ладно, я у тебя и за папу. Что-нибудь придумаю. Да? Да. Да. Разрешите? Леонид Аркадьевич. Только я не один. Я с другом. Бутылочкой дороговолётного вискаря. На ближайший час наш с тобой лучший друг. Аркадьевич, я на работе. Так, где в этом царстве законы и порядка стаканчики? О! А глаз-то загорелся, да? Я тоже не могу. Тоже на работе. Так. В знак признательности. За проделанную работу. Ты шеф моего видел? Знаешь, какая строгая. Застукает, понимаешь, будут проблемы. Я тебя отмажу. Я тебя отмажу. Я же инвестор, понимаешь? Я самый ценный клиент. Я Клепаков. Давай. За твою работу. Ну, ты представляешь, что она стерва заладила? Отдай мне, говорит, половину имущества. Актриса. Благодарен тебе. И мой тебе совет. Не женись. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Леонид Аркадьевич. Здравствуйте, Татьяна Андреевна. Ярослав, зайдите ко мне в кабинет. Немедленно. Ну, конечно. Ну, и что ты меня не отмазал? Я когда вашу директоршу вижу, меня дух захватывает. От страха. Я, наверное, бутылочку дома допью. Все. Не отвлекаю. Работай. Я ушел. Давай, давай. Допей. За мою преждевременную кончину. Держите. Походите. Вызывали? Ярослав, вы меня удивляете. Благодарю вас. Стараюсь. Пьете с клиентом на рабочем месте? Проявил смекалку. Не хотел обидеть клиента. Знаю, как он важен для нас. Не увиливайте. Вы знаете, что вам не избежит наказания. И знаете, какой строгой я могу быть. Вы к ней вопросы страшны, Татьяна Андреевна. Обожаю, когда вы меня так наказываете. Давай, проявляй смекалку. Не парься. Дверь закрыла. Таня, я в ресторане папку забыл с важными документами. Ну, прости. Я мигом туда-обратно. Запомни, на чем мы остановились. Таня, мои нервы на пределе. Успокойся, скажи, что завтра в суде все будет как надо. Все будет как надо, Геннадий Иванович. Вчера прошло очередное заседание суда. Обманутые вкладчики с нетерпением ждут завершения судебного процесса. Щербакову грозит десять лет тюремного заключения. Но людей больше волнует, вернут ли им их деньги. Я этого психа обслуживать не буду. Ну. Дарья. Здрасте, еще раз. Я у вас сегодня обедал. О, добрый день. Было, кстати, очень вкусно. Но вы же помните меня, да? Конечно. Вас сложно забыть. Знаете, я так был вами очарован, что вот сам забыл очень важную папку с документами. Может, видели? Ваш цель, ваш тон немного изменился. Значит, видели? Не понимаю, о чем я. Дарья, ну, я признаю, что немножко перегнул. Ну, и у вас, знаете, шрифт был нечитабельный. Согласна с вами. Поэтому уже попросила перепечатать меня. Ух ты. Ой, спасибо вам большое. Слушайте, Дарья, знаете, я… И мне было тоже радостно увидеться. Ну, и у меня… Ух ты. Ну, и ух ты. Слушай, помоги, а тут сил никаких нет. Щербаков из меня все соки выжил. Видишь, Потапов звонит по десять раз в день. Это кто? Помощник его. Ходит за ним, как тени. Ну? И как идет процесс века с Щербаковым? Ты же знаешь, что я не могу обсуждать. Но я могу намекнуть. Намекни. Ну, конечно, тебя каждые десять минут по телевизору показывают рядом с Щербаковым. И что? Как я выгляжу? Не, ну так сразу и не скажешь. Но намекнуть могу. Давай. Давай. Раз, два. Так, у меня идея. Значит, я иду в душ. А я в спальню? Таня, ты переодеваешься, мы едем ужинать в ресторан. И я хочу, чтобы ты наделась и не костюм, который я тебе подарила. Ах, господи, началось. Ну, Таня. Ярослав. Не хватает еще, Степаныч. Таня, такое ощущение, что ты что на работе, что дома со мной одинаково разговариваешь. Извини, переоденься, пожалуйста. Слушай, а у меня есть и день. Давай никуда не пойдем, оставимся дома. А то такое ощущение, что мы все только ночевать приходим. На положенном я курицу могу запечь. А? Че скажешь? Ну, если ты так хочешь, давай. Останемся дома. Ну. Куда звонишь? Сейчас. Алло, ресторан? Да, хорошо, спасибо вам. Да, до свидания. Ну, пришел ответ от банка. Извините, но пока вы не погасите все свои кредиты, мы не можем вам. Спасибо. Короче, эти идиоты наняли команду адвокатов. Человек десять, я не шучу. И вместо того, чтобы работать, они грызутся между собой, ты представляешь? Ты меня слушаешь, нет? Да слушаю, слушаю тебя, Таня. А можем мы за ужином поговорить о чем-нибудь другом, кроме работы? Можем. А то живем с собой два года, такое ощущение, что поговорить больше не о чем. Ну, давай, предлагай, тема для разговора. А тема есть. Помнишь моего друга Гришу? Хакер на все руки? Не хакер, а айтишник. Гриша, руки-ножницы, который за одну минуту может выпотрошить любой комп. Сколько раз ты его с предряг вытаскивал? Ой, а помнишь, его чуть ли не через Интерпол разыскивали. Слушай, ну тогда он не был виноват, его недобросовестные партнеры подставили. Не вообще дружба, дело круглосуточное. Ну, неважно. В общем, он сейчас с женой живет в эко-поселении Солнечный Луг. Ну, у них там сайт есть, все. И зовет в гости. Что скажешь? В эко-поселении? Да. Неожиданно. Ну, типа, без электричества и благ цивилизации. Ну, типа, да. Типа, единение с природой. Ну, нет. Ну, я так и знал. Все-таки я за уединение, но с кондиционером, джакузи. Ну, и любимый мужчина. Ну, знаешь, приятно, что в такой последовательности. Сразу после джакузи мы за это и выпьем. Ну, ладно. Девчонки! Девчонки, а кому еще пришло? Что пришло? Приглашение у Алисы день рождения. В аквапарк приглашают. Прикуньте, целый день в аквапарке. Со всякими горькими, шинлонгами. Да и с лично официантом. Мне еще не пришло. А ты можешь не ждать. На бомжатские телефоны просто не приходят такие приглашения. Ничего он не бомжатский. Нормальный телефон. А какой это? Это что? Кацаны! Просто с таким, наверное, телефоном еще твоя мамка ходила. Мамка. Забей ты на них. Сдала тебе-то Алиса с курицами. Смотрите, какая у меня кофточка, какой браслетик, а прическа. Жаль, только мозгов нет. У меня вместо них кредитная карточка. Я головой к банкомату и прикладываюсь. Спасибо, что хоть ты у меня есть, Катюша. Ну и долго ты еще будешь следить за девчонкой? Да. Да, алло. Ну да, конечно, помню. Да, 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 да. Да. В смысле, отменили? Подождите. Закрыто? Понятно. Спасибо. Всего доброго. Доброе утро. Или недоброе? Доброе утро. Слушай, Саня, вот это дело, которым я работал два месяца, сейчас скажешь, оно закрыто, это как? Ну, твоя работа сделана, ура. Подожди, в смысле? Сегодня должно было быть последнее заседание. Процесс сложный. Ну, любой сложный процесс можно легко решить, если знать нужных людей. Я понял. И что? Зачем это все нужно? Я бы и без взяток все выиграл. Ну, я действовала в интересах компании, клиента, как начальника. Тань, погоди. Мы, кажется, с тобой договорились, когда я шел к тебе на работу. Что ты не будешь лезть в мои дела? Было такое? Я же тебе, наоборот, помогла. Да я не просил тебя о помощи. Чего я корячился эти два месяца? Ну, скажи мне. Ну, чего ты так и зряешься? Тань, послушай меня хоть один раз. Давай не будем сейчас ввалить в одну кучу вот это все, а? Работу, отношения. Давай, я бы нормально поговорю. Ой, нормально. Господи, боже мой. Чего ты хочешь? Я хочу все то же самое. То, о чем мы с тобой договаривались. Что если я получаю дело, я имею все возможности довести его до конца. Желательно, до победного. Прекрасно. Прекрасно. У тебя сейчас есть идеальная возможность довести дело. Да, до конца. Танечка, Жень. Что? Ну, что? Ты вообще слышишь, я тебе говорю? Что? Да, ничего. Добрый день. Разъезжай. Что? Добрый день. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глазам своим не верю, Ярик! Гриня, прости, что без звонка, черт возьми! Здорово! Привет, привет! Привет! Привет, наконец-то дождались в гости! Ну да? Фух ты! А Танюха твоя где? Да и без Танюхи сегодня я вообще ненадолго, честно говоря, так приехал. Воздуха глотнуть, поговорить, обсудить. Прогуляемся, м? Ну, пойдем, пойдем, пойдем. Ох, ну как же у тебя тут хорошо, а? Вот жил бы и жил. Ну, рассказывай, чего такой замученный? Заела тебя твоя Татьяна, да? Да не то, чтоб заела. Так. Работать с ней трудновато. Кто ж тебя заставляет? Да, правильно? Вроде никто и не заставляет. Ну вот думаю, что самостоятельно мне пора уже на свои хлеба уходить. Я давно тебе говорил, открывай свою контору, будешь сам себя хозяином. Ну, это легко сказать. Не просто все это, особенно сейчас. Да никогда просто не будет. Свобода вообще просто не дается. Но какой смысл без нее-то, а? Я, как это понял, сразу же сюда свалил. Ты молодец. Вот и я думаю. Пора, наверное, свободное плавание. Ну, раз уж ты пришел к тому, чтобы идти своим путем, нет смысла сопротивляться этому. Живи, как решил. Вот только про меня не забывай. Гринь, ну что ты такое говоришь? Как я могу про тебя забыть? Я что приехал-то? Сайты мне, наверное, понадобятся. Ну, конечно. Слушай, мы должны с тобой обязательно сходить на рыбалку. Сходим. Денис мой вершу поставил. Пойдем, покажу. Пойдем-пойдем. Спасибо огромное. Было очень вкусно. Пожалуйста, огромное. Ты это специально сделала? Это произошло случайно. Я же тебя по-человечески просила немножко подождать. Это случайно произошло. Я же тебе говорю. Я вышла со школы и за мной, короче говоря, поплелся один. Значит так, если ты специально его разбила, будешь ходить с таким телефоном до старости. Ну почему ты меня не слушаешь? Дверью не хлопай. Мы только ремонт сделали. Субтитры сделал DimaTorzok Зачем вы за мной следите? У меня для тебя подарок. Самая новая модель. Тебе же нужен телефон. Откуда вы знаете? Я видел, как твои подруги смеялись над тобой. Видели? Не понимаю. Кто вы? Просто человек, который хочет сделать тебе подарок. Не надо. Я вас не знаю. Ну, если ты его не возьмешь, пусть его возьмет тот, кому он нужнее. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты вообще в своем уме? Мне только что звонил Клипахов, сказал, что больше не нуждается в услугах нашей компании. Что его делами теперь занимаешься ты. Лично. Ну да, занимаюсь. Открываю свою контору. Что? Ты что, серьезно? Да, абсолютно. Вот даже помещение уж подобрал. Послушай. Ну, неужели тебе плохо работает у меня? Очень хорошо. Просто нам вместе не стоит больше работать. Да к черту эти все сопли про отношения. Как ты мог увести у меня клиента? Да никого я не уводила. Я просто сказал Клипакову, что ухожу из этой компании. Он попросил продолжить вести его дела. Все. Ну, это мы еще посмотрим. Давай, давай, посмотри. Офигеть! Походу, даже круче, чем у Алиски. Он просто взял тебе и подарил? Ну, типа да. Странно. Стремно? Зачем ему это? Откуда я знаю? Может, знаю, деньги девать некуда. Или он хочет стать твоим папиком. Тьфу. Да ну тебе. Эй, это что у тебя? А ну дай сюда. А ну дай сюда. Это что? Мам, это мне подарил один человек. Я с ним не знакома. Ну ты дослушай. Какой человек? Я не знаю его. Он просто подошел мне и подарил телефон. Я сначала не хотела его брать, но он оставил его на лавке и ушел. А ты зачем его взяла? Ну, потому что ты мне такой никогда не купишь. И вообще, если бы я его там оставила, его бы подобрали какие-нибудь бомжи. Так, все. Мне нужно идти... Нет. Яна, ты должна его вернуть. Кому? Я его не знаю. Значит, тогда... Тогда выбрось этот телефон. Выбрось его. Ты с ума сошла? Все. Суд все расставил на свои места. Мне пора обижать. Моя совесть чиста. А что вы скажете вкладчикам, которые остались без денег? Без комментариев. Вкладчики считают, что вы подкупили суд. Без комментариев. Что? Ты знаешь, мне кажется, это он. Кто он? Человек, который мне телефон подарил. Щербаков не раз обвинялся в рейдерстве и махинациях. Но, похоже, он в очередной раз вышел сухим из воды. Господи. Ты хоть примерно понимаешь, насколько это все может быть серьезней? Мне, наверное, показалось. Все. Яна! Я должна идти. Катя ждет. Куда ты? Все. Подождите. Я сейчас полицию вызову. Не надо. Я пришел поговорить. Я отец Яны. Кто? Я могу это доказать. Зарабатывал как мог. Даже был донором в клинике, в которую вы обратились когда-то. И? Что? Вам, наверное, сложно это понять. Очень тяжело, когда ты имеешь столько денег и ни одной родной души. Несколько месяцев назад у меня была жуткая депрессия. Ощущение, что ты никому не нужен. И все, что ты делаешь, бессмысленно. Я сейчас заплачу. В общем, я решил обратиться в клинику и узнать, нет ли у меня детей. А это же анонимно. Да, анонимно. Для донора, для клиента. Но клиника все равно фиксирует и собирает всю информацию. А за деньги можно купить многое. Дальше что? Когда я узнал, что у меня есть Яна, это совершенно перевернуло мой мир. Она ведь растет без отца. А вы это знаете? Да, знаю. Я хочу познакомиться с ней. Хочу, чтобы она узнала меня. Она уже узнала из сюжета в новостях. Мы вместе смотрели. Между прочим, суд меня оправдал. Послушайте, я могу сделать так, что вы не будете ни в чем нуждаться. Да мы не нуждаемся ни в чем. Нам ничего не нужно от вас. Не судите людей по сюжетам из новостей. Послушайте, мне все равно, какая у вас биография. Просто оставьте в покое меня и мою дочь. До свидания. Ты делаешь вид, что мы не знакомы? А зачем ты меня позоришь? Провожаешь школу как маленькую. Я еще и после школы приду тебя забирать. После школы? Я пойду с Катей кататься на роликах. Обещаю, буду в шлеме. От порога сердца тебе тоже шлем поможет. Ма, это всего лишь ролики. Послушай, есть вещи, которые тебе делать нельзя, и ты это должна понимать. От этого зависит твоя жизнь. Можно я просто к ней тогда домой пойду? Но ты же все равно работаешь. Мы с Катей вместе после школы. Пойдем к ней. Если я его еще раз увижу, я позвоню в полицию. Обещаешь? Обещаю. Смотри, это я обещала. Пока. Пока, Пики. Подставка-то казенная. Ладно. Благодарю. Кстати, ты был прав. Работать вместе было не самой хорошей идеей. Да ладно тебе. Давай лучше куда-нибудь вечером сходим. Не могу. В офисе напоздна. Отмени. Ну, что ты? Так, что там с Клепаковым? А, Шосинь, все так же. Лучше он решил. Тебя же никто не заставлял соглашаться. Что ты так завелась-то? Ничего. Решим. Решим. Даша, пока. Пока. Пока, ребят. Ты у Кати еще? Да, я закончила. Тебя забрать? Ладно. Да, давай, хорошо. Пока. Тяжелый день. О, здрасте. Да, ну как сказать. Просто я сегодня ушел из конторы, в которой работал два года, и решил открыть свою практику. Ну, это звучит как хорошая новость. Ну, как сказать. Просто мы работали вместе с моей девушкой, и работа начала мешать отношениям. Поэтому я решил, что уйти будет лучше. А она с вами согласна? Надеюсь, что да, но не уверен. Может, вы недостаточно внятно и хорошо это объяснили? Да вы как еще объяснить? Хотя, слушайте, вы меня натолкнули на интересную мысль. Если я откажусь от клиента, который ей важен, она поймет, что отношения с ней для меня важнее, чем работа-то. Отлично, спасибо. Сделала ей приятное. Сейчас пойду к ней и поговорю. Удачи. Спасибо вам. Удачи. 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 Если вы собираетесь стать моим папиком, то меня это не интересует. И вообще я очень хорошо, громко умею кричать. А еще я могу позвонить в полицию. Я твой отец. Удачи. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я просто не знала, как его вернуть. Забирайте. Я тебе номер моего телефона. Если что-нибудь понадобится или просто захочешь поговорить, звони в любое время. Слава Богу, ты уже дома. Я уже собиралась звонить. Садись, съешь, пока не остыло. Эй, ты чего? Что случилось? Он поговорил со мной. Ну, этот мужик. Он подкараулил меня у подъезда. А почему ты в полицию не позвонил? Ты бы не обещала. Это уже не важно. Господи, что он тебе сказал? Что он мой отец. Вот как. Так как же он может? Значит, это правда. И ты всю жизнь мне врала. И я считала, что мой папа Андрей, это мой родной папа. Яночка, послушай меня, пожалуйста. Только не ври мне, пожалуйста. Я не собираюсь тебе врать. Мы с Андреем много лет хотели ребенка. У нас не получалось. Мы не могли понять, почему. Потом мы узнали, что Андрюша не мог иметь детей. Все, что мы могли сделать, это процедура ЭКО. Мы обратились в клинику искусственного плодотворения. Для этой процедуры нужен был донор. Но это совершенно посторонний человек. И вот он стал этим посторонним человеком, да? Я не знаю. Может быть, он вообще сумасшедший и все это придумал. Аван, я же тебя прошу, не ври мне, пожалуйста. Я не вру. Эта процедура была абсолютно анонимной. Даже если это он, он донор и не более. Круто. То есть, всю жизнь ты мне врала, а я считала своим родным папой не того человека. Супер. Для твоего же благ. Вот это твоя любимая тема начинается. Чуть что, сразу это для твоего же блага. А у меня никто не спрашивает, что мне нужно. Господи, да что я делаю не так? Да все ты делаешь не так. Засунула меня в эту дурацкую школу. Я туда не просилась, мам. Потому что я думаю о твоем будущем. Я работаю для этого. Я делаю все. Запрещаешь мне заниматься спортом? Яна, у тебя порог сердца. Это не шутки. Ага. Во. Аплодисменты. Пожалуйста, подожди. Мы же можем поговорить, как взрослые люди. Супер. Зачем вы рассказали все, Яне? А разве она не имеет права знать правду? А разве вы имеете право вмешиваться в ее жизнь? А разве не я ее отец? Донор. Даш, я хочу вам помочь. Чего вы боитесь? Я таких, как вы, боюсь. Я вас насквозь вижу. Вы всегда прикидываетесь добрыми. А потом оказывается, что вам что-то нужно. Послушайте. Я богатый человек. У меня есть все. Кроме общения с родным человеком. Да она вам не родной человек. Она вам никто. И то, что вы были биологическим материалом, не делает вас отцом. Поймите это, наконец. И оставьте нас в спокое. Ух ты, неожиданно. Доброе утро. Доброе. Так вот, значит, куда ты переехала. И ночуешь здесь. Ага, ночую. Как деньги заработаешь, что я сниму? Какие деньги? Ты вообще понимаешь, во что ты ввязываешься? Без меня тебя в этом бизнесе раздавят, как клопа. Как? Переживаешь? Ночью не спишь. Я хотела извиниться. То, что ты застукал меня с Клепаковым. Ну, слушай, я же не спала с ним. Я просто флиртовала. Хотела вернуть клиента. Ну как? Вернула? Короче, Ярик, это была ошибка. И, кстати, я ему отказала. Моя компания не будет вести его дела, поэтому можно забрать клиента себе. Я-то радостно. Он мне звонил, я тоже ему отказал. У тебя еще что-то? Я тебя очень прошу, пожалуйста. Давай успокоимся и заботим про все вот эти вот глупости. Танюш, миленька, да я абсолютно спокоен. И память у нее хорошая. Ты это, как пойдешь, дверь с собой закрой, а то дует. Танюш, миленька. Так, вот я хочу погасить сегодня часть кредита за обучение. Ваш кредит погашен. Как? Когда? Сегодня все ваши кредиты были погашены. В смысле? Вот. Можете сами посмотреть выписку. Понятно. Я же просила вас оставить нас в покое. Мамка, что вы, кредит лет на пять делали? Он хоть настоящий или китайская подделка? Он настоящий. Девочки, успокойтесь. Во внимательней. Да, кто это? Алло. Яна, это ты? Почему ты молчишь? А я хотела вас спросить, это правда, что о вас пишут в интернете? А что пишут? Ну, что вы очень, очень богатая. Правда. Но эти деньги не только мои. Ты ведь моя дочь. Значит, они и твои тоже. Серьезно? Серьезно. Чего это ты выкаешь мне? Привет. Привет. А ты чего так рано? Отпросилась. Не могу думать о работе. Давай мы сходим с тобой вместе куда-нибудь. Кино или куда ты хочешь. Мне нужно уроки сделать. Ага. Ну ладно, занимайся. Мама пришла. На чем мы остановились? Мы остановились на том, что ты можешь обращаться ко мне на ты. Хорошо. Я попробую. Ведь ты мой папа. Я слышала, с кем ты разговаривала. Ты подслушкаешь? Он преступник. И я боюсь подумать, что у него в голове и почему он так сильно к нам привязался. Он не преступник. Ты сюжет в новостях видела? Если тебе мало, почитай о нем в интернете. А ты веришь всему, что показывают и о чем пишут? Мам, ну, это могут делать завистники. В бизнесе так делают. Какая ты у меня наивная. Это ты у меня наивная. А мне уже 15 лет. И я сама могу решать, с кем мне общаться. И вообще, я больше не хочу это обсуждать. Выйди, пожалуйста, из моей комнаты. Да ну что ты. Значит, тогда ты вообще с ним больше разговаривать не будешь. Что? Отдай, пожалуйста. Нет. Нет. Яна! Стой, говорю тебе. Яна! Что случилось? Я по телефону не разобрал. С мамой поссорилась. Угу. Давай я с ней поговорю. Нет, нет, нет. Не нужно. Это... Простите, что беспокоила. Я знаю, о чем поднять тебе настроение. Здравствуйте. Я такие модели видела, только в журналах. Пойдем в время ночи. Здравствуйте. Спасибо, я, если что, позову. Если что, я здесь. У тебя там все в порядке? Ты полчаса уже там торчишь. Да... Что? Что-то не подошло? Давай я позову консультанта. Нет, нет, нет. Не нужно. Я просто увидела цены. Об этом совершенно не лишь побоюсь. Ну-ка, давай покажись. Шикарно. Шикарно. Мы берем все, что она мерила. Кое-чего не хватает. Ну-ка, пойдем. Ну что, тебе все нравится? Я бы вот здесь немного приподнял. Хорошо, сделаем. Ой, прости. Да, возьми же эту трубку. Алло. Яна, с вами? Да, мы немного гуляем. Что-то случилось? Немедленно. Привезите мне ребенка, или я прямо сейчас звоню в полицию. Мама. Да. И она очень злая. Ну, понять ее, в принципе, можно. Поздно уже. Ты ее защищаешь? Ну, она же волнуется о тебе. Тебе что, совсем ее не жаль? Ну, да. Ладно, давай попросим счет. И я отвезу тебя домой. Подожди. А можно я это сделаю? Давай. Можно счет? Пожалуйста. А где, кроме Америки, ты бывал? Ну, проще сказать, где я не бывал. А ты? Пока нигде. Всегда мечтала поехать в Борселону. Там очень крутой парк аттракционов. Но у нас никогда не было никаких возможностей. Это не проблема. Мам, пожалуйста, только не ругайся. Что у тебя с волосами? Я прошу тебя. Все, с меня хватит. Я завтра иду в полицию. Мам, перестань. Мы просто покатались. Ян, иди домой. Иди домой, пожалуйста. Это что такое? Это небольшие сувениры. Так, ты не будешь у этого человека ничего брать. Давай, верни. Буду, потому что больше мне подарков никто не дарит. До свидания. Ну, правда, слушайте, вы зря заводитесь. Я вижу, вы по-хорошему не понимаете. Это вы по-хорошему не понимаете. Ян, завтра готов. Да. Ты так в школу не пойдешь. Почему? Ян, не испытывай мое терпение. Переодевайся и пойдем завтракать. Ну, мам. Не мамкой. Давай, быстро, жду тебя на завтрак. Ладно. Яна. Яна! Ну, стой. Яна! Яна! Отлично. Неплохо. Где достала? Папа купил. Воображаемый. Мамка что, квартиру заложила, чтобы тебя приодеть? Вот дура. Я тебя, правда, не узнала. Откуда это все? Ну, я же говорю, папа купил. Папа это в смысле? В смысле, да. Папа. Слушай, почему ты перед ними так выпендриваешься? Ты хочешь быть, как они? Ну, это лучше, чем быть отстойной, как вы. Ты хотела сказать, как я? Я не хотела так сказать. Кать, я совсем не это имела в виду. В этой колонке я хочу видеть доходы, а не расходы. Но пока стройка стоит, нам это не светит. Получение разрешения в процессе. Я делаю все возможное. Сколько мы еще можем ждать? Ну, смотря сколько денег мы готовы еще потерять. Нисколько? Ну, в таком случае роем котлован, строим дом. А потом решаем вопрос с разрешением за деньги. А Таня отбивает нас от всех судебных исков. Все как всегда. Ладно, за работу. Ну да. Мне не привыкать. Кстати, Таня, я рассказывал тебе про свою дочь. Разве у вас есть дети? Ну, представляешь. Босс отыскал свое биологическое чудо. Мы даже с ней немного пообщались. Невероятная девочка, очень смешленая. Тут, я думаю, у вас в последнее время такое отличное настроение. Да, я наконец-то осознал, что не один на этом белом свете. Но есть одна загвоздка. Мать девочки не хочет, чтобы она видела со своим отцом. Я хочу судиться за право опеки над ней. Когда хотите начать процесс? Вчера. Я потратил слишком много лет. Не хочу больше терять минуты. Напишите мне ее данные, я оформлю заявление, потороплю суд. Спасибо. Проводи. Всего доброго. Всего доброго. Судебная повестка. Щербаков. Судебная повестка. Ух ты. Добрый вечер. Так, сегодня все хорошо? Замечательно. Впрочем, как и всегда. Позволите? Прошу. Вы мне извините. Вы ведь адвокат, да? Что-то вроде того. Можно с вами проконсультироваться? Прошу. Чего? А чего это она к нему уселась-то? Я не знаю. Ничего себе. Вы что, никогда его не видели? Нет, я даже не знаю, как он нас нашел. Любопытно. Но вы же понимаете, кто такой Щербаков? Все плохо, да? Да нет, почему? Вообще, все люди равны перед законом. Если он, как донор, подписал отказ от прав на ребенка, собственно, с хорошим адвокатом у вас есть шанс. А вы по каким делам специализируетесь? В бракоразводном. То есть с вопросами о опеке над ребенком вы тоже сталкивались? Неоднократно. А вы могли бы теоретически взяться за мое дело? Ну, стать моим адвокатом? Ну, теоретически, конечно. Нет, я понимаю, что вы мне не по карману, но, поверьте, я обязательно что-нибудь придумаю. Все хорошо. По поводу этого вопроса мы что-нибудь решим. Спасибо. Извините, но ни в базе, ни даже в архиве я нигде ее не вижу. Что, совсем нигде? Прямо хотите сказать? Да, я хочу сказать, что Дарья Лапина к нам никогда не обращалась. Странное дело. Вот она утверждает, что обращалась. Мы ведем строгий учет наших клиентов. И если я говорю, что ее никогда здесь не было, это означает, что ее никогда здесь не было. Вот прямо сейчас убедили, вообще вопросов нет. Но все-таки, может, поищем, повнимательнее. Вы сейчас на что намекаете? Нет, я не намекаю, а пытаюсь уберечь вас от большого скандала, который может навредить репутации вашей клиники. Репутация нашей клиники безупречна. Я не сомневаюсь. До свидания. Дело в том, что никаких данных, что вы когда-либо были в этой клинике, нет. В смысле нет? Скорее всего, Чербаков позаботился, что все эти данные исчезли. Зачем? Ну, вот так вот вспомнишь, его не появится. У нас не будет проблем с твоим Ярославом? Мы уже не вместе, у него нет шансов сам натягаться. Это и есть твой первый клиент? Сочувствую обоим. Спасибо, Тань, я ценю. Так, пойдемте. И поэтому, как донор, господин Чербаков не имеет никакого права на опеку. Прекратите называть моего клиента донором. Я напоминаю уважаемому суду, что нам не предоставили никаких доказательств о том, что Дарья Лапина и тем более мой клиент посещали клинику ЭКО. Пока не предоставили. Но господин Чербаков сам не отрицает, что был донором. Мой клиент этого не говорил. Но он говорил это в частном разговоре с моей клиенткой. И даже показывал бумаги. Прошу суд не учитывать это заявление. У страны нет доказательств. Принимается. Тогда у меня вопрос к господину Чербакову. Каким же образом вы стали отцом Яны? 16 лет назад у нас с Дарьей Лапиной был роман. Но это же неправда. Зачем вы врете? Тишина. Объясните вашей клиентке правила поведения в суде. Но это неправда. Понял, понял. Успокойся. Продолжайте. Мы переспали несколько раз. После чего Даша заявила, что не хочет, чтобы это продолжалось. Я не знал, что она замужем. Видимо, по той же причине она скрыла от меня беременность. С тех пор мы не общались. Ну, допустим, что это так. Так все равно, с чего же вы взяли, что вы отец Яны? Вы же сами сказали, что в то время Дарья Лапина была замужем. На этот счет, Ваша честь, у меня тоже были сомнения. И поэтому я провел экспертизу ДНК. Для этого использовал несколько волос Яны. Экспертиза подтвердила мое отсутствие. Протестую. Образцы для теста были взяты без согласия матери. Протест принимается. Ну, тогда мы просим провести официальный тест ДНК. Протестую, но это недостаточных оснований. Протест отклоняю. Считаю основания достаточными. Так, ты меня на улице подожди. Хорошо мне договорить надо. Подожди. Почему ты мне ничего не рассказала? Правда, что у вас что-то было? Нет, ты что? Конечно, нет. Вообще, давай мы с тобой это дома обсудим. Иди. Если тест подтвердит отцовство, что будет? Ну, суд спросит Яну. Хочет ли она видеться с отцом? Это будет учитываться при принятии решения. Господи. Просто поговори с дочерью. Все будет хорошо. Поехали, я отвезу тебя домой. Ты не успеешь? Можно? Конечно. Слушай, зачем ты всем наврала про Эгу? А почему ты веришь в этот бред? Я с ним познакомилась тогда же, когда и ты. Я один раз тебя чуть не потеряла. Я не хочу, чтобы эта история повторилась. Мам, не вспоминай, пожалуйста. Ты такая маленькая родилась. Такая крошечная. А потом мне сказали про твое сердце. Я помню, как ты лежала в палате вся в трубочках, проводах. А доктор сказал, что тебе поможет только чудо. Я осталась одна. Без мужа, без денег, без работы, с ребенком на руках. И знаешь, я тогда перестала верить в чудеса. А чудо случилось. Ты выжила. И я вместе с тобой. Я никому никогда не позволю тебя видеть. И я никому тебя не отдам. Пожалуйста, помни завтра на суде об этом. Результаты теста ДНК подтверждают, что господин Щербаков является отцом Яны Лапиной. Также суд учитывает намерение господина Щербакова принимать участие в воспитании дочери, в том числе материально. Яна, я прошу тебя, подойди к трибуне. Ты понимаешь смысл происходящего здесь? Да. Ваша честь. Да, Ваша честь. Ты бы хотела видеться со своим биологическим отцом? Да, Ваша честь. В таком случае я не вижу никаких препятствий к тому, чтобы разрешить господину Щербакову видеться с его биологической дочерью два дня в неделю по выходным. Субтитры создавал DimaTorzok и я заеду за Яной в субботу. Прошу вас. Я не могу смириться. Я не представляю, как я отпущу свою дочь к нему в дом. Тем самым вы можете навредить делу. Нужно смириться, подчиниться решению суда. Простите, разошелся с бывшей. Приходится ночевать в офисе. Вы присаживайтесь. Дарья, я подал апелляцию, поэтому нам нужно сейчас выработать новую стратегию. Так. Можешь чаю? Ничего не хочу. Мы должны доказать, что вы действительно проходили процедуру ЭКО. Как это сделать? Сейчас, секунду. Простите. И на минутку. Да, алё. Что тебе нужно? Апелляция? Ты серьезно? Ярик, что за цирк? Мы хорошо знаем друг друга. Тебе не выиграть это дело. Тогда тебе не за чем волноваться. Я спокойно, как удав. Я не за этим звоню. Мы можем договориться. Да неужели? Ты же открыл свое дело. Тебе деньги нужны. Поговори со своей клиенткой. Убеди ее, что Щербаков просто хочет видеть свою дочь. В этом ничего такого нет. Взятку предлагаешь? Как некрасиво. Я предлагаю мировую. Как адвокат адвокат. Ну что, ты согласен? Слушай, Таня. Вот мы столько лет знаем друг друга, а ты вообще меня не знаешь. Я так не работаю. Я выиграю это дело. Поняла? Все хорошо? Да, все в порядке. Звонил адвокат Щербакова. Они разволновались, узнав об апелляции. Значит, мы на верхнем пути. Вы с ней знакомы? Ну, конечно. Ну, так сложилось, что это и есть моя бывшая. Мы коллеги по цеху. Что? Адвокат Щербакова. Ваша бывшая? Ну, да. Ну, сейчас какое-то имеет значение. Ну, действительно. Какое-то имеет значение. Профессиональная этика, все дела. Я теперь понимаю, почему у них так гладко прошел суд. Дарья, ну, подождите. Зря вы так говорите. Я вообще, на самом деле, по максимуму сделал все для вас. Вы что? Вы сделали все по максимуму для Щербакова. Дарья, я понимаю, вы расстроены. Но надо о другом сейчас думать. Я подумала уже. Вы уволены. Он уже приехал? А я еще не готова. Ладно. Здравствуйте. А Яна где? Собирается. Скоро выйдет. Может быть, есть что-то, что я должен знать? Может, это аллергия у нее там или еще что-нибудь? Вы должны знать, что я не верю ни одному вашему слову. Несмотря на все ваши старания, вы у меня ребенка не заберете. Я готова. Субтитры создавал DimaTorzok Яна. Здрасте. Здрасьте, Даша. Я пришел извиниться. Вы были правы. Надо было про Таню рассказать все сразу. Но поверьте, у нас нет никакого конфликта интересов. Я готов биться до конца. Если вы, конечно, возьмете меня обратно на работу. Возьму, конечно. Вы меня тоже извините. Я не права была. Эмоции захлестнули. Бывает. Он только что забрал ее на выходные. Ух ты. Спасибо. Что? Ты серьезно? Так у тебя не дом, у тебя дворец. Боже, что ты. Это не у меня. Это у нас. Это все, все, все твое? Все твое. И деревья, и газоны. И деревья, и газоны. Все твое. А можно по нему походить? Да, конечно. Класс. Боже, что ты. А какой бассейн тебе не впечатляет? Прикажу Потапову его засыпать. Очень красиво. Безумно красиво. И цветы тоже твои. Они твои. Кроме, конечно, вот этого. Этот вырос без нашего ведома. Тогда мы сорвем нарушителя. Оба! А, вот, тут ему самое место. Ты живешь в сказке. Пойдем, покажу ваше владение, ваше величество. Это твоя комната. Я не знал, что тебе нравится, поэтому купил все. Тут немного одежды, планшет, игровая приставка, украшения, косметика. А, и вот эта штуковина на колесах. Гироборд. Ага, он самый. Такой комнаты даже у Алисы нет. А кто у нас Алиса? Да, девочка одна из моего класса, которая меня достает из-за того, что я бедная. Ну, теперь это неправда. Да, она мне все равно никогда не поверит. У меня есть одна идея. О, девчонки, а че за прикол выходной на школьном дворе? Ну, мне пришел приглас на пати. А тебе тоже такой пришел? Ну да, так че, она серьезно. Вам тоже пришло приглашение? Да, вот такой. Мне кажется, это какой-то прикол. И зачем я только сюда пришла? Не знаю, как вы, я пришла чисто поржать. Вечеринка у Яны где? В ее затребованной двухкомнатной квартире? Ну, нет. Привет, девчонки! Ни фига себе! Ну что, поехали тусить? Запрыгивайте! А ты что, ее тоже пригласила? Ну да, это моя подруга. Камон, Яна! Посмотри на себя и на нее. Она просто нам всю вечеринку запорит. Может, просто пусть она идет уроки зубрить? Я с ней не поеду. Или я, или она. Я тоже с ней не хочу. Привет. Привет. Смотри, у нас такое дело. Короче, у нас места не хватает, поэтому в следующий раз мы с тобой обязательно уйдем. Я все поняла. Не парься. Ну, Кать! Круто. Я никогда не ездила в лимузине. Так это что получается? За это все заплатил твой папа? Угу. Итак, кто у нас в звезда вечеринки? Яна! Еще раз! Яна! Молодцы! Я пить хочу. Пить? Да. Да. У вас есть что-нибудь попить? Мохито, пожалуйста. Мохито? Безалкогольный. Больно. Всем. Кто-то не оправдай себе к нему. Это моя подруга, понимаешь? У меня есть идея получше. Не надо. Если она твоя подруга, пускай она тебя порадуется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Спасибо тебе еще раз. Это были самые лучшие выходные в моей жизни. Мне тоже понравилось. Я старался. Ты даже не танцевал с нами на дискотеке. Ну что ты! Я уже стар. Тусоваться с подростками. Надеюсь, теперь у тебя проблем с одноклассницами не будет? Ты что? Я теперь звезда. Благодаря тебе. До следующих выходных, звезда. До следующего. Папа! Дочь! Сумку забери. Да-да-да. Сумка. Спасибо. Пока. Пока. Доченька, привет. Привет. Короче, у меня столько новостей. Столько всего произошло. Вот. Я так соскучилась за эти два дня. Подожди. Во-первых, ты меня запачкаешь. А во-вторых, мы сначала катались на Большом Емузине, а потом устроили вечеринку. Классно, да? Опять новые вещи? Да. Это мне папа купил. Он мне столько всего под напокупал. Но я практически все вещи оставила у него. Точнее, у нас. Он говорит мне, что его дом, это теперь мой дом. Классно, да? А ты что-то тут делала? А я вместе с Ярославом готовилась к апелляции. Зачем? Зачем ты все портишь? Мам, у меня только появился отец, о котором я всегда мечтала. У тебя был отец. И он бы любил тебя, если бы был жив. Знаешь, он мне никто. И для тебя, по-моему, тоже. Просто умудрилась ему изменить. Прости меня, пожалуйста. Я тебя ненавижу. Иоанн, прости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Зачетно вчера отвезли. Садись ко мне Привет Яна, ты просто супер Ты сделал то, что я тебя просил? Билеты и бронь уже у тебя на почте Думаешь, мамаша отпустит Яну? Посмотрим Да запускайся ты, черт Че ты с ним мучаешься? Купи с ней новый А может мне лучше нового помощника завести? Да Не дешевый ты выбрал тур А ну того стоит Может нам в магаз на шопинг смакнуть? Шматья брендовую прикупить Что скажешь? Привет, девчонки Здравствуйте Привет, пап Спасибо за вчерашний вечер, было очень круто Мне для родной дочки ничего не жалко Вы, кстати, в школе Барселоны уже проходили? Я забронировал нам поездку Ты шутишь? Нет Ну ты же говорила, что хочешь попасть в парк аттракционов Поехали, покатаемся на самых крутых горках Ничего себе Ну пойдем, отвезу тебя к матери, расскажешь ей эту новость Пока, девчонки Пока Не скучайте Марин, заказ прими Мама Привет Привет Прости меня, пожалуйста Я не хотела тебя вчера видеть Ты меня прости, я тоже не права была Ты еще раз меня прости Я очень, очень сильно тебя люблю Я тебя очень, очень люблю Еще сильнее Ты отпустишь меня от Барселоны? Папа уже билеты купил Нет Ну, нет Нет Мам, ну там же аттракционы У нас таких нет Ты же знаешь, я всегда об этом мечтала Он что, на полном серьезе собирается тебя куда-то увезти? Это Барселона, мам Ну и потом все в школе знают, что я туда еду, ну пожалуйста Я не могу отпустить тебя за границу с чужим человеком Этот чужой человек мой папа Нет, Яна, он чужой человек, а не твой папа И пока ты несовершеннолетняя, за тебя отвечаю я, чтобы с тобой ничего не случилось Ну что со мной может случиться? У тебя паранойя, мам А мне из-за этого приходится страдать Папа, я тебе говорила Ну я же говорила Она никогда меня не отпустит Яна, успокойся, я сейчас с ней поговорю Яна Ян, стой, пожалуйста Ян, подожди, Ян Это вы придумали Барселону? Я не отпущу с вами за границу своего ребенка Послушайте, Яна мне сказала, что Барселона – это ее мечта Я подумал, почему бы и нет Разве вам не хочется подарить ребенку праздник? Я понимаю, вы мне пока не доверяете Конечно, не доверяю Ну тогда поехали все вместе Что? Я, вы, Яна Выходные в Испании Что скажете? Выходные в Испании? Вы меня облили грязью перед всем судом Перед моим ребенком Что? Значит так, запоминайте Я никогда никуда Яну с вами не отпущу Я добьюсь того, что суд запретит вам с ней видеться Да пожалуйста, послушайте Я ничего слушать не буду Ну послушайте Это ведь Барселона Послушайте, ну это же ненормальная ситуация Совершенно посторонний человек пытается увести мою дочь за границу У меня полное ощущение, что он ее похитить хочет И он главное такой хитрый, он даже мне предложил с ними поехать Я не знаю, что мне делать Вы пока присядьте, Даша, присядьте, успокойтесь Все не так страшно, смотрите Дело в том, что Яна несовершеннолетняя И без вашего согласия вывести ее за границу невозможно Ну так он документы подделает С клиникой же у него получилось Да, кстати о клинике Когда вы делали ЭКО, наверняка же у вас сохранились какие-то Я не знаю, справки, результаты анализов, чеки Да, да Вот было бы здорово их найти, чтобы доказать То, что у вас действительно была процедура ЭКО И то, что Щербаков действительно был донором Я не знаю, что делать, я все обыскала Может, не очень внимательно искали? Нет, это все бесполезно Ну, так все говорят, а потом Как правило, он находит нужный документ Да где они находятся? Нигде не находятся Я десять раз все пересмотрела Я вообще не понимаю, неужели из-за каких-то бумажек ему сейчас все так просто с рук сойдет Да нет, информация о том, что вы делали ЭКО, конечно, не может бесследно пропасть Где-то что-то все равно осталось Так, давайте еще здесь посмотрим Ой, Боже! Простите, ради Бога Все нормально, 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 все хорошо Нормально? Да, да, нормально Это что? Договор какой-то Так, это... Договор купли-продажи Это... договор купли-продажи нашего старого дома Ура! Почему? Ура! Я вспомнила Раньше мы с мужем жили в частном доме После смерти мужа его продала и купила эту квартиру А там на чердаке осталось очень много старого хлама И там вполне могут быть чеки и документы об ЭКО А как давно вы продали дом? Пятнадцать лет назад Не думайте, там все это сохранилось? А у меня нет других вариантов Я думаю, что нужно попробовать Давайте попробуем Поедемте Угу Поверить не могу Я полжизни в этом доме прожила А судя по закрытым ставням Никого нет Угу Хозяева Хозяева Нет никого Угу Он на чердаке окно откроет И лестница лежит Лежит Идем Что, прям так? Да, прям так Я обязан предупредить Что то, что мы сейчас делаем Это незаконное проникновение Ну, если вы переживайте, можете в машине подождать Я сама справлюсь Я переживаю Опа Листья подержу Листья подержу Давай, наверное, ты первый А я подержу, подстрахуем А что, я шкрепку держу? Я тоже шкрепку держу Давай, поднимайся Ну, ладно Так, сейчас, сейчас, сейчас Есть Спасибо Так Даже эта зеленая коробка нам нужна Это? Нет, не эта Она большая такая Это? Да Может, они ее убрали? Эта, да? Да, давай Тяжелая, слушай Ёлки-палки Все, мои вещи, давай сюда Так, смотри, чтоб не шел никто Мы ищем, мы ищем красную папку, но не эту Это фотографии старые Здесь нет Может, они ее выбросили? Черт Давай в ящиках еще пощипать Счет выискать Что? Хотя Прячь меня Тихо-тихо-тихо Все Конечно Это она Это наша папка Так у меня Да Груто Видишь на это? Хорошо. Даша, мне очень нравится нарушать своими законами. А что мы то, то, то вы, то ты? Давайте на ты. Давай, на ты. Давай. Вроде уже. Сейчас. Вроде тихо. Ага. Пойди, упусти. Да, да, да. Лестницу убрал. Да ладно. Так. Тут есть другой выход с чердака. Через дом. Ну, хозяин нас так увидит. Давай подождем, пока он еще раз уйдет. Давай. Пойду посмотрю. Давай. Ух-х-х-х-х. Ти-ти-ти-ти. Ну, чего? Он включил телевизор. Так, да? Подожди, пока заснет. Присаживайся. Когда мы здесь жили, было гораздо чище. Такие тут вы красивые и счастливые. Да. Мы были очень счастливыми. Мы очень хотели ребенка, и Андрюша согласился на ЭКО. Можно? Да. А теперь прошло столько лет. Яна совсем большая. И спустя столько лет я ее теряю. Она очень отдаляется от меня. Это называется переходный возраст. Это быстро проходит. Нет, это не переходный возраст. Ее злит и раздражает то, что мы живем бедно. Она думает, если бы Андрюша был жив, то все было бы по-другому. А ведь это так. Ты знаешь, я столько лет занимаюсь бракоразводными процессами, и каждый раз наблюдаю одну и ту же картину, когда люди вначале безумно любят друг друга, а потом так же остервенело ненавидят. Несмотря на все деньги мира. Это счастье, что ты пронесла свое чувство через всю жизнь. Я бы то, что хотел. И самое главное, что с этими документами мы выиграем дело. Я тебе обещаю. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дально. Ты чё смеёшься? Ты чё смеёшься-то? Тихо, тихо. Телефон. Яна. Доченька, привет. Мам, ты где? Ты на часы вообще смотрела? Я смотрела. Я скоро буду дома. Хорошо. Пока. Пока. Погнали? Погнали. Прошу обратить внимание, результаты анализов и справки из клиники ЭКО и чеки, либо платят. Я предполагаю, что эти бумажки подделка. Прошу назначить экспертизу. Протестую. На каком основании? На основании того, что в клинике, в которой по словам защиты Дарья Лапина проходила процедура оплодотворения, нет ни одной записи об этом. Это значит, что в рот либо в клинике, либо Дарья Лапина. А экспертиза установит, кто именно врёт. Хорошо. Суд назначает экспертизу. Какая экспертиза? Вы что? Успокойте вашу клиентку. Да, хорошо. Следующее заседание состоится после завершения экспертизы. Прости, пожалуйста. Я на минутку. Слушай, ну ты же знаешь, что документы подлинные. Ну, если они подлинные, чего ты так разумновался? Слушай, Тань, хорош мне лапшу на уши вяжешься. Я знаю, какими ты методами работаешь. Ну, ты же хотел войны. Ну, так давай сражайся. Когда Лапина к тебе обратилась, ты прекрасно знала, что Щербаков мой клиент. Ты мог доказать ей, но нет. Ты решил взяться за дело. Зачем? Чтобы доказать ему что-то лучше. А ты считаешь, ей нужно было отказаться только потому, что Щербаков твой клиент? Очень жаль, что между нами всё закончилось. Нам же было хорошо вместе, правда? Хорошо. Только мы это уже обсудили. Алло? Да не переживайте так. Поедем мы ещё в эту Барселону. Скажи, пожалуйста, только честно. Зачем ты меня обманывал? Когда? Когда в суде сказал, что у вас с мамой был роман. Я должен был так сказать. Когда я тебя увидел, я понял, что всю жизнь мечтал о такой дочери и больше не мог тебя потереть. Да, я всегда мечтала об отце. Я думаю, что твоя мама скоро поймёт, что в том, что мы общаемся, нет ничего плохого. Сомневаюсь. Ладно, не переживай по поводу Барселоны. Я что-нибудь придумаю, обещаю. Хорошо. Ай, подожди. Что? Что? Да. Как же я устал от всего этого. Мы зря тюремим время. С этой мамашей нужно по-другому разговаривать. Согласен. У меня совсем нет времени. Я с ней разберусь. Может, в больницу? У-у-у. Таблетки в машине. Я сейчас. У-у-у. Проведённая экспертиза показала, что документы, предоставленные стороной защиты, не являются подлинными. Прежнее решение суда остаётся в силе. Щербаков Геннадий Иванович имеет право видеться с дочерью. Молодец, спасибо. Даша. Даша. Все нормально. Он же весь суд подкупил. Это всем понятно. Да, послушай. Это было ожидаемо. Я заказал экспертизу еще в нескольких учреждениях. Все будет хорошо. Все будет хорошо? Да. Ты не переживай. Придут результаты, подадим апелляцию. Мы его прижмем. Значит так, а ну стойте. Даша, так нельзя. Даша, иди ко мне. Иди сюда. Не надо. Не надо. Все, успокойся. Мы сейчас все решим. Даша. Что думаешь, весь суд подкупила? И тебе все так с рук сойдет? Даша. Я тебе своего ребенка не отдам. Ясно? Ну вот и дура. Вам все хотят только помочь. Сделать так, чтобы у вашей дочки было хорошее будущее. А вы сами упускаете этот шанс. Даша. Видно, что у вас нет детей. Не все в жизни измеряется деньгами. А тебе откуда знать? У тебя денег отродясь не было. Все, все. Успокойся. Вот так делать не нужно. Слушай, а на время судогену надо куда-то увезти? Иди сюда. Я подумаю. Посмотри на него. Все будет хорошо. Ну, до завтра. До завтра. Давай. Доктор, она в последний момент успела отпрыгнуть. С ней все будет нормально. Не переживайте. Все будет хорошо. Небольшое стрясение, ссадины. Думаю, через пару дней мы ее выпишем. Да. И, пожалуйста, не задерживайтесь. Конечно. Привет. Ну как ты? Черпимо. Я написал заявление в полицию по факту наезда. Но номеров у машины не было. Меня хотели убить. Возможно. Это Щербаков. Где Яна? Она скоро придет. Мама маленького. Как ты себя чувствуешь? Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Ну, несколько дней придется полежать здесь. А потом все нормально. Здрасте. Он что здесь делает? Я сама попросила, чтобы он приехал. Даш, ну это ужас, конечно. В какое страшное время мы живем. Столько сумасшедших на дорогах. Нужно всегда быть на чеку. Хорошо, что вы остались живы. Это что за цирк? Я же знаю, что это вы устроили. Что устроил? Машина ехала целенаправленно на меня. Если ты думаешь, что я испугаюсь, то очень ошибаешься. Мама. Пошел вон отсюда. Вон пошел отсюда. Мама, да что ты творишь, блин? Смашеча. Он убить меня готов, чтобы тебя забрать. Ты должна это понимать. Делать ему больше нечего. Знаешь, ты меня уже достала. Пожалуйста, отвези ее домой. Глаз с нее не спускай. Я тебя очень прошу. Хорошо, хорошо. Я все сделаю. Ну, я только в школу со мной ходить не надо. Ян, послушай. Ян, позвони как закончишь, я заберу тебя. Странно, ноутбук перестал тормозить. Ну так естественно. Я его своим парням отдал, чтоб посмотрели. Что? Ну ты же сам жаловался, я его в ремонт и отнес. Че? Встань! Ты хоть понимаешь, что в том ноутбуке? И тебе и мне пожизненно впаяют, если узнают, что там! Да там все чудо. Не смей! Не смей никогда трогать мой ноутбук! Прекрати мне угрожать, я ничего не понимаю. При чем здесь Щербаков? Бред. Ярослава обвиняет вас в покушении на жизнь Даши. Собирается подавать в суд. Пусть подает! Да Даша, по-моему, сильно головой ударилась. Слышала, мама твоя в больнице? Че с ней? Машину сбила. Жива? Да, все хорошо. Да, не повезло тебе. В каком смысле? Ну ты же всю жизнь с батей хотела жить. Если бы мама померла, то так бы и случилось. Ты что, дура? Ты что сказала? Ты спасла! Стави! 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 Я думала, мы подруги! Коза! Коза! Боже мой! Они же идиотки! Зачем ты с ними общаешься? Хочу и общаюсь. Я сама решаюсь на ней общаться. Что-то случилось? Я мимо проезжал, подумал, может ты ко мне поедешь, пока мама в больнице. Нет. Меня мама попросила оставаться дома. Ну как хочешь. Просто не хотел, чтобы ты оставалась одна. Па! Ну давай я все-таки с тобой поеду. Ну конечно. Поживешь у меня пару дней, с мамой я поговорю. Пойдем. Давай. Все хорошо? Да-да, присаживайся. Сейчас. Что случилось? Что с ним? А ничего. В больницу нужно срочно. Да. Да-да-да. Спасибо. У него онкология правой почки. А левая почка, она недоразвита и не справляется со своими функциями. И что теперь? К сожалению, почка с онкологией сегодня отказала. Ну, становится все хуже и хуже. И сейчас он проходит процедуру по очистке холик. Но самое страшное, что говорят врачи, твоему отцу осталось не больше года. Как не больше года? И вообще ничего нельзя сделать? Возможность есть. Но Геннадий Иванович даже запретил мне об этом заикаться. Какая возможность? Его спасет трансплантация почки. Ну, понимаешь сама, что поиск донора с подходящей почкой – это процесс очень длительный. Я боюсь, что Геннадий Иванович может не дожить до этого момента. В идеале подойдет почка ближайшего родственника. Но… Родственника у него нет. Как нет? А как же я? Да ты еще ребенок. Геннадий Иванович на это никогда не согласится. Так, нужно перевозить его домой. Пустишь? Ты все так же в офисе ночуешь? Ну, а че? Пустишь? Ты все так же в офисе ночуешь? Когда же себя чувствует? Нормально. Мне жаль, что с ней это все случилось. Да бросьте, Тань. Зачем ты так? Слушай, че ты пришла, а? Показать какая-то жалостливая, правильно? Я вещи твои дома нашла, решила вернуть. Это радостно. Да. Послушай. Может, оставим пиццу на завтра, а сами пойдем в наш ресторанчик поболтаем? Дел очень много. И в больнице надо. Волосы выпадают от химиотерапии. Я никому не говорил, что болен. Лечение анонимно прохожу в частной клинике. Там же сдаю анализы. Потому и пареньку. Чтоб никто не догадался. Иначе нельзя. Бизнес для сильных людей. Никто не должен знать, что я умираю. Ты должен был мне сказать? Это же твоя дочь. Да ладно. Не думай об этом. Я просто хочу чаще тебя видеть. Пока еще могу. Скажи, а родственник может стать донором? Правда? Может. Я хочу отдать тебе свою почку. Это самое дорогое, что у меня есть. Если я тебе не помогу, то ты умрешь. Я очень не хочу, чтобы ты умерла. Я не могу. Давай не будем об этом. Мне нужно поспать немного. Да, конечно. Да. Попробуем. А-а-а. 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 Привет, это Ярослав. Я сейчас еду к маме и заеду за тобой. Не надо. Смысл не надо? Ты не хочешь маму увидеть? Не сегодня. Я делаю уроки. Так, ну хорошо. Я все равно заеду, посмотрю, все ли у тебя в порядке. Я обещал твоей маме. Я не дома. Подожди, а где ты? У папы. В смысле у папы? Все хорошо, я еду. Не надо. Я останусь у него. Ему плохо. А завтра я к маме поеду сама. Послушай меня, пожалуйста, Ян. Ты можешь находиться у Щербакова два раза в неделю, по выходным. Поэтому сейчас я заеду к Даше, а потом заберу тебя. Если надо, я приеду с полицией. Уж прости меня, пожалуйста. Ты меня понимаешь? Я идти в кабинете искал. Так, звонили из клиники в Испании. Они готовы принять тебя на трансплантацию. Хирург заверил, что все будет анонимно. Но осталось только каким-то образом доставить туда Яну. Пока Даша дышит, Яну нам туда не вывезти. Нужно довести дело до конца. Недооцениваешь ты меня. Сейчас в больнице мой человечек. И как раз по этому поводу. Парик подай. Парик подай. Парик подай. Парик подай. Пап, я хотела у тебя кое-что спросить. Пап. Нужно быть готовым вылететь в любой момент. Тогда аренду учатся самолет. Сколько бы он ей стоил. Думаешь, она согласится? Кто? Яна? Да ее согласие у меня в кармане. Эта дурочка сама хочет мне помочь. Она сейчас у меня морозит сегодня целый день. Ну, только у нас одна проблема. У нее порог сердца. И хирург сказал, что Яна не перенесет операцию. Кого это волнует? Почку пересадят, а там будет, что будет. Холодно. Умер. Холодно. Пятая дурочка. Кого? 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 Субтитры создавал DimaTorzok Здрасте. Мужчина, вы куда? Я пациентку навесить Дарью Лапину. Можно? Вы на часы смотрели? Уже поздно. Да, девушка, понимаю я. Буквально пару минут. Пожалуйста. А вы кто ей? Муж? Да нет, нет. Адвокат. Ну так можно? Ну, ладно. Только недолго. Спасибо. Даша! Ты в порядке? Да. Все-все-все-все-все-все. Все нормально. Да. Черт. Вопрос с Машей решить не получилось. В смысле? Ее адвокат не вовремя заявился. Черт. Слушай, нам нельзя здесь оставаться. Это люди Щербакова. Поехали. Где Яна? Черт. Что? Говори, что? Она у него дома. Как ты мог ее к нему отпустить? Да я собирался после больницы за ней ехать. Да. Алло, Яна, доченька. Срочно уходи из дома с Щербакова. Желательно так, чтобы он тебя не видел. Да, мам. Что случилось? Ты плачешь? Он тебя обидел. Девчонка. Куда собралась, доченька? Ночь на улице. Яна! Яна! Все, все, поехали. Нет времени. Все, нет времени. Поехали. Она трубку бросила. Выпусти меня. Я все услышала. Я тебе не нужна. Тебе нужна моя больница. И плевать, что я умру. Тащи ее в комнату. Нет! 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 Врач. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Найди мне клинику и врача здесь. Быстро. Но здесь нет такого высококачественного оборудования. И шансы на успех проведения операции здесь намного ниже. Тут девчонка точно умрет. Шансы ниже. Я сам умираю. Девчонка уходит. Останови ее! Яна! Яна! Прыгай! Прыгай назад! Быстрее! Давай! Быстрее! Ложись! Ложись! Стой! Не стреляй. Девчонку заделишь. Девочки, вы целы? Ты в порядке? Мама, прости меня, пожалуйста. Это ему не нужно. Ему нужна моя почка. Он умирает. Это все было ради этого. Тихо. Тихо. Ты слышишь меня? Я с тобой. Я тебя люблю. Девчат, девчат, девчат. Девчат. Сейчас мы успокоимся и потом уже все решим. Ты ранен. Нам нужно в больницу ехать срочно. Никакой больницы. Мы не поедем. Полевое ранение. Сообщет в полицию. Я не смогу его защитить. В смысле? Это он преступник, а не мы. Даша, послушай. На Щербакова ровным счетом нет никаких доказательств. Стрелял его помощник, а не он. У него везде свои люди. Он будет продолжать нас искать. И будет знать, где мы. Он уже два раза пытался убить тебя. И он не остановится. И будет искать Яну. Господи, а что делать? Ты водить умеешь? Водить умею. Хорошо. Садись за руль, я покажу, куда ехать. Так, успокойся. Сейчас. Я помогу. Давай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Девушки отдыхают Она Гриша, она врач, она поможет Ярик, что случилось? Гриша Наташа Наташа, помоги В больнице нельзя Что случилось? Потом, потом Давай в дом Давай, идти ко мне Аккуратно Пойдем, 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 моя хорошая Ложись, отдыхай, я сейчас приду Да, дружище Попал ты в историю Прости, Гриша, не к кому было обратиться Нет, ты все правильно сделал Рана очень опасная Пуля прошла по касательной Кровь я остановила, рану зашила Теперь ему покой нужен Вы пока располагайтесь, этот дом у нас как раз для гостей Все хорошо Вы, наверное, голодные? Нет, 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 вы что, не надо Ладно, тогда утром Тихо, все хорошо Тихо, тихо Все хорошо Трансплантация должна состояться как можно скорее В этом как раз сомнений нет Но я не провожу нелегальных операций Тем более с несовершеннолетним донором Поверьте, об этом никто не узнает Уходите немедленно Я сделаю вид, что никогда вас не видел Алло, что вы себе позволяете? Вы за кого меня принимаете? Убирайтесь Или я позвоню в полицию Ну, вы, может, сначала позвоните своей жене Зачем? Если не ошибаюсь, ваша очень ревнивая жена Владеет этой клиникой И выплачивает вам Очень неплохой оклад Ну, так что? Будем звонить? Откуда это у вас? Неважно Ладно Клиент и донор готовы? Почти Непольшая заминочка с донором Но мы это уладим Вы кейс забыли? Вкуснотища, скажи И не говори В ресторанах такого не готовят Спасибо Давай, Орешков, хоть чуть-чуть Ну, хоть чуть-чуть Почему ты не ешь? Совсем не хочу Она вчера перенервничала сильно Ничего Попозже поест Ладно, пусть тарелка стоит Может, правда, поест Давай тебе помогу Спасибо Денис Бери Яну и покажи И что тут у нас да как Давай, давай Хорошо, пап Я прогуляюсь Свежий в воздухе работа Лечит все печали Это мы уже все на себе попробовали Прогуляйся, прогуляйся Спасибо Давай тарелочку Угу Кстати, в обед надо перевязки сменить Спасибо, Наташа Спасибо А это наша собака Айна Хочешь погладить? Угу Как хочешь Беги Вообще У нас тут много животных И дикие утки И Домашние кролики Угу И есть еще одни секретные животные Хочешь посмотреть? Ну Пойдем, пойдем Может Пойдем Ладно Только тихо Та-дам Знакомьтесь Это Яна Да Она сегодня будет мне помогать Угу А это Карл Он у нас тут единственный козел Мы его ласково зовем Карликом Из-за размеров А это Машка Жрет все подряд Мама недавно вещи на улице сушила Так Машка папины носки сживала Угу Вот хулиганка Ты вообще меня слушаешь? А? А, прости, о чем ты говоришь? Понятно Кстати Ты же наверно никогда не видел даже как козу доют Хочешь попробовать? В смысле мы сейчас будем доить козу? Да шучу, я уже страйк подоил А сейчас помоги здесь прибраться Я за инвентарем Тук-тук А, заходи Ну как ты тут? Да более-менее Слушай, обязательно все время лежать? Ну сегодня надо отлежаться Угу Приятно посмотреть на вас с Гришкой Да, мы тут счастливы Столько лин есть еще в таких условиях Нормальные тут условия Это же не город Где каменные джунгли Так Все А тут и речка, лес, хозяйство И люди тут совсем другие Добродушные что ли И мы такие стали И Дениска такой растет Вы что, никогда не ссоритесь? Да конечно ссоримся, но тут Долго-то, руку давай Тихо-тихо Тут долго обижаться не получается Забот много Так Как вам это удается? Часто ты так по кухне помогаешь? У нас с Наташей равноправие Стараемся во всем друг друга выручать Пока я программирую Она домом занимается Когда она своими делами занимается Дом на мне Ничего себе А ты Ярику Травяной сбор отнеси Наташа оставила, чтобы настоялся Наверное уже пора Да А где дети? Да не волнуйся ты Здесь им некуда деваться Посмотри, пожалуйста Хорошо, посмотрю О, привет Гриша сказал, нужно выпить Это какой-то травяной сбор Держи Держи Ну как? Редкостная гадость Спасибо тебе Да ну что ты Если бы не ты, я не знаю, что с нами было бы Да ладно, Наташка, все уже хорошо Главное, что все живы Тебя ранили из-за меня Не смертели даже А еще я Я вообще не знаю, что делать с Яной Она не спит, не ест Она меня не воспринимает Я не понимаю, что я упустила Когда мы с ней перестали друг друга слышать Ну, 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 не переживай так сильно Все не так страшно Ты просто поговори с ней Ну да, только не как мама с дочкой А прям вот на равных, как подружке Чтобы она Поняла, что ты видишь, слышишь, воспринимаешь И вот увидишь, все наладится Я знаю, о чем говорю У меня так с отцом было Он очень много работал Чтобы обеспечить нас Он считал, что это главное А мне жутко хотелось с ним Общаться, его внимание Не знаю, играть На великах кататься Да просто рядом сидеть А его никогда не было Вообще никогда Он все время был на работе А сейчас как? Вы больше общаетесь? Папа умер, я Я узнал об этом спустя два месяца Прости Да нет, что ты? Мы много лет не общались И я очень жалею, что так случилось Поэтому очень хорошо тебя понимаю У тебя ничего не потеряно Ты прав Не переживай Не переживай Я ей нужна сейчас как друг А я об этом вообще замыла Правильно Дети у реки сказали, скоро придут Я сама к ним схожу Давай Прости меня, пожалуйста За что? За то, что я тебя не слушала Не понимала За то, что я все время командую И принимаю решение за тебя Я вообще не понимаю Зачем я отдала тебя в эту дурацкую частную школу И даже не спросила, хочешь ты туда идти или нет Мы вместе должны были решить Вместе принять решение Я должна была спросить твое мнение по этому поводу В итоге Ты нервничаешь, я злюсь И ничего хорошего из этого, как ты видишь, не получилось Давай снова будем подругами Как раньше Я тебя очень люблю Я тебя очень люблю Ты меня тоже прости, пожалуйста Я тебе не верила Я тебе не верила, а ты всегда, всегда оказываешься права Я не всегда права, в том-то и дело А Денис, кстати, мне очень даже нравится Ну и что мы теперь с ними будем делать? Козы умные Козы умные Они сами знаете, что им делать А мы с тобой пойдем И сядем где-нибудь тут Будем за ними присматривать И как долго мы будем за ними присматривать? Ну Пока не надоест Ай-яй-яй Печет Я уже належался Во Слушай, у нас тут вечером небольшое гуляние намечается Еда, танцы, костер Придете? Ну, девчонки, скорее всего, придут Им развеяться нужно А я... Да мне и не в чем идти Старой одежды в крови, а другой нет Слушай, ну если дело только в одежде Я что-нибудь придумаю Да, кстати Вот Можешь звонить, никто не отследит Спасибо, Гриш Ну не могли же не сквозь землю провалиться А где машина адвоката? Ну, судя по камерам, выехал из города в южное управление И что? И... все Мы их потеряли Добрый день Ты же говорила, что Ярослав не будет для нас проблемой Где он? Я не знаю, наверное, у себя в офисе Нет его в офисе! Ты что, не знаешь, что случилось? Что он учудился этой сумасшедшей мамашей? Они ворвались в мой дом, забрали мою дочь и сбежали Мы не можем их найти! А зачем он это сделал, я не понимаю Ярослав, это твоя проблема Я тебя умоляю Найди его, как хочешь Прошу тебя Слышишь меня? Ты чего, обиделась? Я больше не буду тебя дразнить Ну-ну, посмотрим Слушай, а давай искупнемся? У тебя купальник есть? Нет Денис, вот отнеси, пожалуйста, дяде Ярославу Давай-давай А с Кузами я сам разберусь Пойдемте-ка, мои хорошие Аккуратно Заходим В общем, жди меня на речке С купальником что-нибудь придумаем Может, не надо? Теть Даша попросила передать Тихо-тихо-тихо, спит Это для тети Ярослава Спасибо Как там, Яна? Все хорошо Мы сейчас на речку идем Давай, беги Жарко? Да, немножко Но зато безумно красиво Смотри, как надо Прыгай ко мне Не-не-не, я боюсь Да не бойся, я подпрашиваю Привет Привет, как ты? Ну, получше Слушай, ты знаешь, что подумал? Мне кажется, я знаю, как там разобраться с Щербаковым Ты о чем? Да не получится все время прятаться Рано или поздно все равно нас найдет Я боюсь, тебе не очень понравится то, что я сейчас скажу Так Но другого выхода я не вижу Я думаю, нам поможет Таня Ты Хорошо себя чувствуешь? Это на тебя лекарства так влияют? Таня имеет доступ ко всем делам Щербакова И она поможет нам собрать доказательную базу, чтобы его посадить Таня адвокат Щербакова И ты сам мне рассказывал, что она дает за него взятки Поверь мне, она будет первой, кто нас сдаст Слушай, ну да, Таня не всегда честно работает, но Поверь мне, я ее очень хорошо знаю Она никогда не будет связываться с убийцей Она не знает истинных планов Щербакова по поводу Яны И искренне верит в его отцовские чувства Как только вскроется вся правда, я уверяю тебя Она не станет ему помогать Ты сам в это веришь? Давай так, я тебя умоляю Пусть это будет кто угодно, но только не она Ладно, зря все это я затеял Я подумаю, хорошо? Подумай, пожалуйста Это тебе Гриша передал Ну ты, конечно, крутая Даже ей не сразу так получилось Я еще хочу Пойдем? Завтра обязательно сходим Очень хорошо Ну как? Непривычно видеть тебя не в костюме Мне тоже Пойду разомой, если придут дети Пойдем на праздник Да Пойдем Алло Алло, это я Нужно поговорить не по телефону Где-то я приеду Если Сербаков узнает, пострадают люди Обещай, я буду одна Мне нужно подготовить Дашу для того визита Я перезвоню Это безумно вкусно Наконец-то мой ребенок хорошо поел Мама счастлива Позвольте вас пригласить. Иди домой. Ну ладно. Боже, какие же они прекрасные. Как ты себя чувствуешь? Превосходно. Более того, готов танцевать. Да ладно. Я не угрожаю. Я серьёзно. Хорошо, сударь, я принимаю ваше приглашение. Прошу. Ой, прости, прости, пожалуйста, прости, пожалуйста. Я забыла. Прости очень больно. И я забыл. Я думаю, что тебе ещё рано танцевать. Предлагаю просто пройтись. Согласен. Как я натанцую. Спасибо тебе. А что? Да то, что я впервые за очень много лет вижу свою дочь по-настоящему счастливее. Ну так это же замечательно. Вообще здесь забываешь обо всём на свете. Да, и хочется быть тут целой вечности. Простите, что помешала. Нужно поговорить. Что она здесь делает? Это ты ей позвонила? Даша, послушай, это не совсем то, что тебе кажется. А, то есть ты хочешь сказать, что всё это мне сейчас кажется. Даша. Теперь поговорим спокойно. Как ты меня нашла? Ну, когда ты мне звонил, я услышала окос. Вспомнила, что ты звал меня в солнечный лук. Подумала, что ты здесь. Решила приехать. Короче, ты знаешь, что Чермаков тебя ищет? Да не меня он ищет, а Яну. Она нужна ему для пересадки почки, как донор. Ты знала об этом? Что? У неё на порог сердца. Операция её убьёт. И Чербаков об этом прекрасно знает. Ты уверен, что это правда? Уверен. Если сейчас ему помогать, то становишься участником убийства ребёнка. Так, ну хорошо, допустим. Допустим, что это правда. Что ты мне предлагаешь? Посадить его. У тебя есть доступ к его делам. И кто, если не ты, сможет помочь? Так, ну, во-первых, доступа у меня нет. И мы с тобой прекрасно знаем, что с его фирмой подставные. Над доказательствами пришлось бы ещё поработать. Так давай поработаем. Времени мало. Во-вторых, давай так. Котлеты отдельно, а мухи отдельно. Его дела с бизнесом, это одно. Но ты мне сейчас говоришь о том, что он готовит убийство собственного ребёнка? Именно. А не слишком ли нет? Даже для Щербакова. И под эту новость ты пытаешься заставить меня отказаться от клиента. Да прекрасно, коллега. Таня, послушай, жизнь Щербакова зависит полностью от Яна. И он ни перед чем не остановится. Зачем ты вообще в это всё ввязался? Послушай. Я тебя очень прошу, пожалуйста, давай уедем. Так будет лучше для тебя, так будет лучше для меня. У нас с тобой всё будет хорошо. Пожалуйста, давай уедем сейчас со мной. Таня, я никуда не поеду. Она что, так для тебя важна? Их просто убьют и всё. Таня, помоги, пожалуйста. Максимум, что я могу сделать, это отойти в сторону и не вмешиваться. Никому не говори, что я здесь была. Ясно. Иначе будешь спокойно наблюдать, как убивают ребёнка. Что ты делаешь? Уезжай. Благодаря тебе Щербаков теперь знает, где мы. Послушай, Таня про нас не расскажет. Таня расскажет. Вот где она сейчас? Где? Уехала. И совсем скоро Щербаков будет здесь. Ну что, посмотри на меня. Я знаю, что я делаю. Ты мне веришь? Ну всё, всё. Так и что я могу сделать? Их нигде нет. Лучше искать надо. С ментами говорил? Да совсем я говорил. Вы ничего мне не хотите рассказать о вашей дочке? Что? Что рассказать? Ну, например, о трансплантации пучки и про её порог сердца. Это тебе твой адвокат рассказал. Где он? Я не знаю. Он мне звонил с неизвестного номера. Ну, если это действительно так, это намеренное убийство. Я не собираюсь его покрывать. С каких пор ты стала такой святой? Что? Ты найдёшь меня, дочь. Со своим адвокатом или без. Ты меня поняла? Не слышу, поняла? Мне терять нечего. Я убью тебя. Свободно. Думаешь, ей можно доверять? Нет. Следи. Где за последние сутки включался её телефон? Хорошо. Вижу. Войдите. Ярослав пообещал, что Даша придёт к вам на разговор. А дальше вы уже сами решайте, как через неё подобраться к дочке. Серьёзно? Даша приедет. Но, судя по всему, ей очень нужны деньги. Номер не определился. Это, наверное, она? Да. Нам нужно поговорить. Я сейчас в бизнес-центре на проходной. Ну, так поднимайтесь, Даша. Я буду говорить с вами только в людном месте. Здесь, в вестибюле. В офис не поднимусь. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Женщина где? Никого не было. Улицу проверь. Танечка! Даши нигде нет. К черту ее. Давай за Таней, у нее мой компьютер. Быстрее! Ну как, рано лучше заживает? Да сейчас вообще отлично. Только не надо геройствовать. Медленно рано заживает, но я думаю, все обойдет. Привет. Привет. Вся информация по подставным фирмам Щербакова у меня. Гриша же у тебя специалист по компьютерам. Да. Отожди, я тебя очень прошу, позови, пожалуйста, Гришу. Ладно. Гриш! А еще я видела у него папку с результатами анализов для трансплантации. Гриш, иди уже сюда. Сфотографировала. Спасибо. Вот. Давай, давай. Ух ты! Какой у нас старенький пациент. Тут вот пароль. Сейчас посмотрим. Так. Так. Ну что там, Гриш? Гриш. Ну все, готово? Да? Что, уже? Молодец, как быстро. Ничего себе. Да расплюнуть. Ладно, если что, зовите. Гриш, спасибо тебе огромное. Спасибо. Да. Ну что, ну вот оно все. Вот. Ну что там? Да все тут. Слушай, ну тут же вообще вся информация на Щербакова. Все его фирмы подставные. Вся бухгалтерия. Все махинации здесь. Я не понимаю, при чем здесь махинации и бухгалтерии? Он два раза меня чуть не убил, похитил мою дочь. Я не говорю уже о трансплантации, которую он планирует. Да, но у нас нет прямых доказательств. Щербаков пока еще считается отцом Яны. Как же нет? Ты же сфотографировала в клинике документы. Мы с вами все свидетели, мы можем подтвердить. Да, но пока что мы можем обвинить его вот только в мошенничестве. Когда его задержат, мы поищем улики по вашему делу. Тань, чтобы дело это ускорить, надо прямо сейчас ехать в прокуратуру с этим документом. Я с тобой поеду. Нет, я поеду одна. Тань. Я справлюсь. Тем более ты ранен. А вы сидите здесь и не высовывайтесь. Я сейчас. Таня, спасибо тебе большое, что ты поддерживаешь и помогаешь. Знаешь, ты была права. Деньги не всегда все решают. Выйду с прокуратуры, я позвоню. Спасибо. Она позвонит, так будут новости. Ну, прости, что я тебе не поверила насчет Тани. Да ну что. Я совсем иногда не верю. У нас нет времени вообще. Мы готовим документы и подаем на гости. Мы готовим документы и подаем на гости. Да не дергайся, у меня ствол. Тань. Быстро в машину. Давай, давай, давай. Все-таки ты крыса, Таня. Ты ездила к ним, но промолчала. Вместо того, чтобы рассказать, где Яна, украла мой ноутбук. А я, между прочим, до последнего верил, что ты не такая. Одно дело защищать вас, а другое помогать в убийстве ребенка. Вот как ты запела. В ноутбуке маячок. Я все, что хотел узнать, узнал. Больше ты мне не нужна. Посмотрим, что тут у нас. Боже, рыба! Можно взять? Конечно. Боже! Я люблю рыбу ловить, а потом на костре жарить. То есть ты ее убьешь? Ну да. Жалко. Может, давай отпустим? Ну как хочешь. Правда, можно? Да. Класс. Не думала, что все может быть так просто. Ты про что? Ну, раньше я думала, что невозможно себе представить жизнь без нового телефона, без шмоток всяких. А теперь с тобой я понимаю, что главное, это когда рядом хорошие люди. Ты стала чаще улыбаться. Тебе идет. Это все из-за тебя. Что? Я никогда не целовался. Прости. Не прощу. Да. Там кто-то есть? По-моему, да. Так, у меня уже почти все готово. Сейчас будем ужинать. Дети уже должны были вернуться, а их нет до сих пор. Сейчас я их приведу. Ну что? Да ничего. Не могу до Тани дозвониться. Она уже давно должна была выйти из прокуратуры. Денис! Денис! Яна! Денис! Денис, сыночек! Денис! Денис! Наташа! Нужно что-то делать. Они уже должны были вернуться. Даша, ну Гриша уже пошел за ними. Чего так нервничать? Где они будут быть? Наташа! Что случилось? Что? Божечки! Тихо-тихо! Осторожно! Осторожно! Аптечку мою быстро неси! Тихо-тихо-тихо, сыночек! А где Яна? На шатырь давай. Где Яна? Я видел, как отезжала какая-то машина. Яны нигде не было. Денис лежал без сознания. Давай-давай-давай-давай! Давай! Ч-ч-ч-ч! Держись! Денис! Ты слышишь меня? Скажи мне, пожалуйста, где Яна? Они забрали ее. Кто они? Двое каких-то мужиков. Мне чем-то по голове дали. Я же тебе говорила! Даш, Даш, Даш! Да подожди ты! Только Таня могла рассказать ему, где мы. Поэтому она трубку и не берет! Да не могла она! А кто мог? Да за ней следить могли! Она заодно со Щербаковым! И у нас нет союзников! Единственное, что мы можем сделать, это сейчас ехать в полицию! Ладно, погоди меня! Давай быстрее! Я все понимаю, но где мне ее искать? Вы знаете, в какой клинике будет проходить трансплантация? Да Татьяна, адвокат Щербакова, знает. Но я не могу до нее дозвониться. Как вы говорите, фамилия адвоката? Верина у нее фамилия. Отлично! Сейчас мы ее пробьем. Я же тебе с самого начала говорила, ей нельзя доверять! Даша! Ну давай все выясним, а? Она с ними заодно. Она здесь. Здравствуйте, я из полиции. Нам нужно с ней поговорить. Я только что снотворное ввела ей. Таня, посмотри на меня, пожалуйста. Таня, это я. Таня, посмотри на меня. Ты меня слышишь? Я не слышу ничего. Тань, пожалуйста, вспомни место, куда они ее повезли. Тань, где должны были делать операцию? Ты меня слышишь? Назови место, Тань, пожалуйста. Черт. Сейчас вам сделают анестезию, и вы считаете от десяти до нуля. Живее давайте. Наконец-то мои мучения окончены. Считайте. Десять. Девять. Вот, все. КРИК КРИК Пустите! Род свой закрой! Еще раз вверх, чтоб ее на себя. Теперь ей. Отойдите в сторону, вы мешаете. Яна! 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 Какая почка? Операция прошла успешно? Операция прошла крайне успешно. Теперь вам светит лет десять тюрьмы. Яна! Яна! Все, все, все! Давай, мой маленький, давай, давай, пойдем! Пойдем, мой хороший, давай! Давай, давай, пойдем! Так что такие дела? Ну, а на самом деле, Танюха, если б не ты, он бы никогда с Щербакова не арестовали. Ты же понимаешь, что суд учтет его состояние здоровья, он, скорее всего, делается домашним арестом. За бога, Раня пусть сидит дома. Главное, что вы лишили родительских прав, и он не имеет права приближаться ни к я, ни к Даше. Да, это хорошо. Щербаков обещал потащить меня с собой. Куда он тебя потащит? Во-первых, у тебя есть мощный адвокат. Раздоравливай, Танюха. Все будет хорошо и, если что, всегда можешь на меня рассчитывать. Можно? Танюха. Привет. Привет. Яна еще не вышла. Ну что, домой? Привет. Да. Скоро каникулы. Я даже знаю, как мы их проведем. Как? У Гриши. Он будет рад нас видеть. Ты рада? Отличная идея. Отлично. Поехали. Поехали. Ах! 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 Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok